Приветствую, друзья! Вы на канале Мистер Владимир. И в этом видео я расскажу, что брать с собой в роддом. У меня двое детей. Одной старшему ребенку 14 лет будет, а младший едет сзади ему полтора месяца. Как раз Мистер Владимир. Итак, у меня было два кесарево сечения. Я не знаю на обычные, естественные роды, что надо брать, как они вообще происходят, потому что у меня было кесарево сечение. Я с собой брала в роддом из документов обменную карту, паспорт, медицинский полис. И когда я, как все это было, вам буду рассказывать. Приехала я в роддом, в приемное отделение. Лучше приезжать с утра. Я приехала, выспалась, приехала вообще к 16 часам. Меня отругали, хотели отправить обратно, но все равно приняли. Прямо там, в приемном отделении, мне сказали переодеться в халаты, в тапочки и сдать анализ крови. Взяли у меня анализ мочи и кровь из вены. Без этих анализов вас в роддом не пустят. И так как у меня было плановое кесарево сечение, меня положили в отделение патологии. Я брала с собой, так как я рассчитывала, что я побуду где-то дней 5-7 перед операцией и дней 6-7 после операции. Ну, примерно полмесяца, две недели получается. Я брала с собой посуду. Билку, ложку на первое блюдо, глубокую супницу, мелкую тарелку. Какие-то печеньки, сухарики, возможно, вас в первый день кормить и не будут. И на второй ужин вам тоже понадобится еда, потому что беременным, вот мне, например, очень сильно есть хотелось. И дают маленький кусочек запеканки в 5 часов вечера и все. И до самой ночи потом хочется есть, поэтому надо брать с собой еще кушку, пакетики чая. Кофе там не разрешают. Я брала сахар-рафенат и какие-нибудь сухарики, печеньки. Я еще брала кашки, супы в пакетах, которые можно заваривать и кушать. Пакетики Фаберлик я брала и супы Леовит Худейм за неделю. У нас там стоял кулер. Рожала я в Азовском роддоме и кушала перед тем, как лечь спать часов в 9-10 вечера. Далее. Моющие, бреющие принадлежности. Шампунь, полотенце, жидкое мыло, зубную пасту. Я брала порошок, потому что меня прям пробило на порошок. Я очистила зубы, наверное, раз 5 или 6 в день этим порошком. Зубную щетку. Полотенце у меня было одно. Вообще, как минимум вещей. Приехала я с большой дорожной сумкой. Сумку мне не разрешили. Сказали, пусть приезжают родственники и забирают эту сумку, привозят вам пакеты. Я пошла в магазин, сходила, купила 3 больших полиэтиленовых пакета и все это переложила. Потом родственники могут забрать вашу верхнюю одежду и когда уже вы будете выписываться, привезти вам ее на выписку. Дальше, ну, халат, моющие шлепки, потому что вы будете ходить в душ и чтобы не подхватить грибок, вам нужны будут шлепки, которые моются, резиновые, которые вы, например, на море берете, на пляж. И тапочки, чтобы не ходить в резиновой обуви целыми днями. Хотя у нас девчонки ходили, чтобы не брать лишние тапки. Я не могу так в резине ходить, поэтому я брала с собой обычные тапки домашние и резиновые. Так, про моющие я рассказала. Если вас родственники навещают часто, то вы можете, например, они вам привозят еще один халат на сменку, через день, через два, ночнушку, и вы им отдаете на стирку. Я брала еще два, три комплекта белья и одну ночнушку. После родов, после родовое деление нельзя брать ночнушки, потому что вам там выдадут ночные рубашки, так как молоко подтекает из груди, и эти ночные рубашки постоянно стираются и выдаются новые. Также выдаются пеленки. Вы можете взять для ребенка, так как он будет лежать с вами, какие-то распашонки, либо можете пеленать роддомовскими. Мне уже муж привозил чепчик, потому что эти пеленки все сползали. Я не люблю, когда ребенок запеленутый. И обязательно памперсы, уже когда вы родите, в день примерно уходит, если ребенок какает нормально, в идеале, после каждого кормления, то где-то 12 раз он будет какать, и где-то 12-15 памперсов вам понадобится в сутки. Поэтому рассчитывайте. Вот я лежала 6 дней, значит, 15 памперсов умножать на 6, вот столько памперсов мне нужно было. Вам еще понадобится зарядка к сотовому телефону. Очень желательно, чтобы вы не скучали. Вам понадобится мобильный интернет. У меня он был, какие-нибудь журнальчики, ручка, если вы любите разгадывать кроссворды. Мне до родов хватало интернета, потому что я работаю в интернете, и мне даже некогда было посмотреть какой-нибудь фильм или передачу. Я работала постоянно в интернете, когда у меня было свободное время. По поводу денег. Если вы заранее с кем-то договариваетесь, то вы потом связываетесь с этим врачом, который у вас будет принимать роды, либо делает кесарево-сечение, и оплачиваете этому врачу. Я ни с кем не договаривалась. Мне два раза повезло. Меня оперировал первый раз заведующий, которому все хотели попасть. Эти операции стоило 700 долларов. И здесь у меня перенесли операцию, и как раз в этот день, когда мне принесли операцию, я попадаю опять же к заведующей отделением, в которое также все хотели попасть. Просто вот такой случай не договаривалась я, потому что я здесь не рожала, и знакомых у меня здесь не так много, поэтому я не знала, с каким врачом мне договариваться, кто хорошо сделает операцию. Поэтому я ее отблагодарила уже так чисто от себя. И на выписку пусть вам потом родственники привезут конверт на выписку, чепчики, распашонки, памперсы, ну и пакет благодарности. Я покупала коробку конфет большую, кофе и денежку отдаете медсестре, которая выносит вам ребенка. Ну и также берете деньги, если у вас запланирована на выписку видеосъемка, то также отдаете за видео. У нас видеосъемка стоила 1500 рублей в выходные дни и в будние дни 1200 рублей. Потом договариваетесь и приезжаете уже за диском. Нам домой принесли. Поэтому этот диск я скоро выложу на канале. Может быть что-то я еще забыла. Вот такой список у меня получился. Так что подписывайтесь на канал. Это плейлист с нашими советами, с моими и с мистером Владимиром. Всем пока-пока. До новых встреч.